Мы переходим к 4 главе. 4 глава начинается с того, что люди, убившие Иисуса Христа, вдруг понимают, что последователи Христа продолжают приводить людей к вере. И они досадуют по этому поводу и присылают полицию того времени, чтобы решить проблему. Третий стих. И наложили на них руки и отдали их под стражу до утра. И пока они были в тюрьме, под стражей, Лука рассказывает, что около пяти тысяч мужчин, только пяти тысяч мужчин пришли ко Христу. Это очень много. И на следующий день Анна, первосвященник, и Каиафа начинают беседовать. Очень важно было положение первосвященника и в политическом плане, и в финансовом плане, потому что в его руках был и храм, и денежные потоки в храме. И обычно первосвященниками были одна или две или три очень властные семьи. Здесь упомянут Анна, старший. Каиафа, его родственник, он был первосвященником, когда казнили Иисуса Христа. Но Анна участвовал в допросе Христа. Они принимали решение о Христе. Сейчас они пытаются допросить последователей Иисуса Христа, и они задают вопрос, какой силой, какой силой, или какой властью, каким именем вы сделали это? Представьте себе, что кто-то сжег очень важное здание. И полиция, и мэр города, и власти, власть придержащие. Говорят, почему вы это сделали? Почему вы сожгли это здание? Понятно, что им есть о чем переживать. А что если кто-то построил великолепное здание, которое всем очень и очень нравится? Что такого строителя или такого владельца везут в полицию и спрашивают, почему вы это построили, почему вы это сделали, зачем вы это сделали? Что если человеку пустили в спину пулю, и он уже теперь не может ходить? Или человека побили, и он не может ходить? Вас отведут в тюрьму, и вас спросят, почему вы это сделали, почему вы совершили такое страшное деяние? Но у них-то было все наоборот. Этот нищий не мог ходить, но стал ходить. Они совершили доброе дело. А их спрашивают, почему вы это сделали? Какой властью вы это сделали? Вот в чем абсурд. Власть придержащие хотели признания за все. Они хотели, чтобы их признавали. Им было неважно, ходит человек или не ходит, больной или он здоровый. Их интересовала только власть. Можете себе представить убийство человека, который исцелял больных? Убийство человека, который воскрешал мертвых? Вы когда-нибудь видели 12-летнюю девочку, 12-летнего ребенка в гробу? У меня такое было. Я такую девочку видел. А теперь представьте себе, что входит в комнату Иисуса. В этой комнате лежит дочь Яира. Иисус воскрешает ее из мертвых. Представьте себе, насколько все были бы счастливы, насколько все были бы в восторге. Особенно отец и мать, и братья, и сестры. Бабушка, дедушка, друзья, знакомые, родственники. Все были бы счастливы. А теперь представьте себе, что этого целителя, этого воскрешающего, убили. Просто из ревности. Просто так. Потому что его учение о Боге отличается от вашего учения о Боге. Его убили. И теперь после этого убийства они видят, что сила его до сих пор действует. Что сила его проявляется. Что люди получают исцеление во имя его. И им это не нравится. И они хотят это прекратить. А они готовы пойти на новое убийство, чтобы только это прекратить. И апостолы совершают лишь добрые дела. Но власти приводят их в тюрьму, сажают их в тюрьму и оставляют их в тюрьме. И говорят, почему вы это делаете? Какой силой вы это делаете? Какой властью? Евангелие подвергается нападениям. Всякий проповедник Евангелия будет подвергаться нападениям. Всякий проповедник Евангелия будет испытывать оппозицию, противостояние. За проповедь Евангелия проповедника обязательно наказывают, но Евангелие все равно расширяется. Евангелие растет. Евангелие идет вперед. 4 глава, 4 стих говорит о том, что 5 тысяч человек уверовали в Евангелие. Однако имен их мы не находим. Однако в этой главе мы по именам видим противников Евангелия, священников, храмовую стражу, саддукеев, правителей, Анну, Каиафу, 6 стих, Иоанна, Александра, 6 стих. Люди из священнического дома. Все эти люди против Евангелия. Все эти люди оказываются врагами Бога. И они требуют у Петра объяснения. Какой силой, какой властью ты все это делаешь? А Петр исполнен Духа Святого, 8 стих. И он говорит, послушайте, вы какие-то странные люди. Вы на нас сердитесь, потому что мы исцелили больного. Странно как-то. Мы помогли человеку, который не мог ходить, а вы сердитесь. Что ж вам волноваться? Что ж вам сердиться? 10 стих. Тогда будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен Он пред вами здрав. Вы убили, Бог воскресил. Я говорил вам уже в начале нашего изучения Деяния Апостолов о том, что существует такая вещь, как апологетика. Что такое апологетика? Слово апологетика производится от греческого слова апология, защита. Как защитить? Как защитить претензии христианства на истинность? Есть ли аргументы? Есть ли свидетельства в пользу христианства? Когда я стал христианином, мне было всего 20 лет. Я учился тогда в университете. Мне казалось, что аргументов в пользу христианства не так много. Но я думал, у меня великая вера. Мне сейчас даже неудобно об этом говорить. Совершенно неудобно говорить, признаваться в том, что у меня великая вера. Потому что очень скоро, после того, как я стал христианином, я совершил для себя поразительное открытие. Во-первых, я понял, что вера моя очень-очень мала. Малюсенькая у меня вера, слабенькая вера. Я был слабым верующим и до сих пор остаюсь слабым верующим. Но я понял так же, что свидетельства поразительные, аргументы поразительные. Куда бы я ни посмотрел. В философии свидетельства, в истории аргументы, даже в естественных науках аргументы свидетельства в пользу христианства. Кстати, именно там я меньше всего ожидал увидеть такие свидетельства. Но я увидел подтверждение истинности христианства. Это поразительное подтверждение истинности христианства. Однако это подтверждение и подтверждение не похожие на доказательства по эвклиду, по системе, допустим, геометрии эвклида. Эти доказательства не похожи на математические доказательства. Если бы были математические доказательства, то места для веры не оставалось бы. Но эти доказательства, эти свидетельства, похожи на свидетельства в суде. Свидетельства через изучение обстоятельств. Этих свидетельств в горы. Это не математика, конечно, но это свидетельство, это доказательство, это аргументы. Петр, используя эти аргументы, цитируя известнейшие стих Ветхого Завета. Когда-то я жил в Израиле, или так, скорее, провел лето в Израиле. Я провел лето среди очень умных евреев. Они учились в еврейском университете. Среди них христиан не было. Я был единственным христианином. И одна очень умная женщина, еврейка, сказала мне такие слова. Если Иисус действительно Мессия, то почему иудейские лидеры того времени в Него не поверили? Это великолепный вопрос. Мне он очень нравится, потому что на Него существует величайший ответ. И Петр дает этот ответ. 4 глава, 11 стих. Он, Христос, и цитирует Петр в Ветхий Завет, «Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главой угла». Он цитирует Псалом 117. Псалом 117, стих 22. Помните, в ночь, когда Он был предан, в ночь, когда Его арестовали, Иисус принимал пасхальную трапезу с учениками Своими. И эту пасхальную трапезу Он превратил в хлебопреломление, в вечерю Господнюю. И вот после хлебопреломления, после вечерей Господней, они воспели гимн и пошли на Восточную гору. Помните, говорится в Евангелии от Матфея, что они воспели песню? И мы знаем, какую именно песню они пели, потому что они праздновали Пасху. В Пасху, перед трапезой, иудеи пели Псалмы 113 и 114. После трапезы, они пели 115, 116 и 117 Псалмы. Это сочетание псалмов называлось халель на еврейском языке. «Слава», «словословие», отсюда слово «аллилуйя» на русском языке. Это халел. И этот текст, эти Псалмы, пели в пасхальный вечер. Значит, когда Иисус воспел гимн со Своими учениками, мы можем быть практически уверены, что это именно халел. И последняя часть халела, это значит, что последние библейские слова, которые воспел Иисус на пути ко Кресту, это 117 Псалом. 117 Псалом говорит о жертве. Более того, 117, 27, 27 мы читаем, «Вяжите вервями жертву, введите к рогам жертвенника». Христос — наша жертва. В 117 Псалме написано также следующее, 22 стих. «Камень, который отвергнули строители, саделся главой угла». Мы с вами уже изучали книгу Бытие. Последняя часть книги Бытие говорит об Иосифе. «Я лично убежден в том, что жизнь Иосифа, если хотите, карьера Иосифа, величайшее ветхозаветное доказательство мессианской природы, мессианской сущности Иисуса Христа из Назарета. В этом меня убеждают сходство между жизнью Иосифа и жизнью Христа. Потому что Иосиф был искупителем, которого отвергла его семья, отвергли родные. Иосифа бросили в ров смерти, и он вышел из рва живым. Иудеи отвергли Христа, но и Иисус вышел из этого отверждения и в отвержение и воскрес. Египтяне поверили в замысел спасения, который предложил Иосиф. Египтяне поверили раньше иудеев. Египтяне уверовали раньше иудеев. Иосиф взял жену из Египта. Христос берет невесту из язычников. Церковь. Фараон предоставил Иосифу вторую колесницу, а Христос вознесен по правую руку Бога Отца в небесах. Параллели слишком подробные, слишком точны, для того, чтобы предположить, что все это произошло случайно. Но знаете что? Апостолы не используют этот аргумент. Авторы Нового Завета не используют такой аргумент. Они не используют это в качестве аргумента мессианской сущности служения Христа. Стефан об этом говорит в 7 главе Деяния апостолов. И больше нигде. Знаете, на что они ссылаются? Знаете, какой аргумент они используют трижды? Хотя нет, один раз в Евангелиях. Но трижды. Это аргумент из 117-го псалма. Аргумент, который мы находим в 4 главе 11 стихе Деяния апостолов. Камень, отвергнутый строителями, стал краеугольным, главным камнем. Бог созидает здания. Люди, строители, владыки власти, это священники в Иерусалиме. И они находят камень, который можно использовать для здания. И говорят, нет, не нужен нам этот камень. Выбросим его. Но Бог использует камень, который они выбросили. И Бог делает его краугольным камнем, основополагающим камнем строения. Именно об этом говорит 117-й псалом. Итак, Петр настаивает на том, что это пророчество 117-го псалма сбылось в вашем отвержении Иисуса Христа. Мы можем убедиться в мессианской сущности служения Иисуса Христа, потому что вы отвергли его. Как я ответил девушке-иудейке в Израиле в 1976-м году, когда она сказала, если Иисус действительно Мессия, то почему его не признали лидером Израиля? Я говорю, ты знаешь, тот факт, что его отвергли лидеры Израиля, как раз доказывает, что это Мессия, потому что об этом отвержении пророчествовал Ветхий Завет, причем неоднократно, и в книге пророка Исаия 53, и в Псалме 117, и в Псалме 21, и в книге пророка Захарии 12-я глава. Говорится об этом снова и снова и снова. Точно так же, как отвергали братья, отвергали Иосифа, и он стал их спасителем. И вот в этот момент Петр вспоминает о пророчествах. Его приводят, его собираются наказать, его обвиняют, против него стряпают дело, а он говорит, слушайте, ведь то, что вы делаете, записано в нашей Библии, в наших пророчествах. 117-й Псалом, 22-й стих. Смотрите, что там сказано, и смотрите, что это означает. Вы знаете, что Иисус камень, а вы строители. И вы отвергли краеугольный камень, который избрал сам Бог. Вот что вы сделали. Вот что говорит Петр. И он продолжает. 12-й стих. Один из самых важных стихов в Ветхом Завете для благовестия. Допустим, нам предоставляется возможность беседовать с неверующим, и при этом мы можем использовать только один библейский стих. Какой из них? Может быть, Иоанна 3,16. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Может быть, мы обратимся к посланию к Ефесиным, 2-я глава, 8-й, 9-й стихи. Ибо благодатью спасены вы через веру. И это дар Божий, не отдел, чтобы никто не хвалился. Может быть, мы с вами обратимся к Иоанна 1,12, а тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть называться чадами Божиими, верующим во имя Его. Может быть, мы обратимся к Титу 3,5 или Римлянам 10, но можно обратиться к Деяниям 4,12. Можно обратиться прямо вот к этому стиху. Стих этот очень сильный, но и очень противоречивый. И вот почему. «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Один из наших величайших экспертов по миссиологии, христиан-экспертов по миссиологии. Был человек, которого звали Лезли Нюбиган. Он скончался в 1997 году, а окончил он Кембриджский университет в 1936 году. 40 лет он провел в Индии. 40 лет он вел дебаты с лучшими умами индуизма. Они говорили ему примерно так. «Вы что же хотите сказать, что человек, живший среди иудеев, принявший крещение в реке Иордан, что же, только он и никто другой спасает нас? Что же, только он Сын Божий? А что же тогда река Ганг? Неужели она ничего не значит? Что вот это вы нам хотите сказать? Видите, какие возражения вызывает этот стих у людей, живущих в разных странах? Есть две вещи, связанные с христианством. Два оскорбления, которые христианство может нанести неверующим людям и носителям других религий. Но не отступайте, не смягчайте это оскорбление, потому что если вы это сделаете, то вы не будете проповедовать слово Иисуса Христа, слово апостолов. Первое оскорбление это оскорбление Креста. Что это такое? То, что грешник не может спастись самостоятельно. Он не может ничего приложить к своему собственному спасению. Ему надо понять, что если Бог оценивает мою благость, мою доброту, мою нравственность, мой религиозный потенциал, то я попаду в ад. Единственный способ, которым Бог может стерпеть такого человека, как я, единственный способ, которым Бог может вообще выдержать мое присутствие, хотя бы на секунду, может, тем более навеки, это через смерть того, кто совершенен. И этот совершенный и святой возьмет на себя мой грех, мою вину и умрет за меня, потому что мои грехи заслуживают смерти. Он умирает, а я получаю награду за всю его святость и праведность. И потому живу. Вот в чем оскорбление Христа для неверующего человека. Оказывается, крест необходим, оказывается, собственной благостью, собственной искренностью, собственной религиозностью я никогда не стану приемлем в глазах Божьих. И людей это оскорбляет, людей это обижает. Но падший человек не может такого принять. Падший грешник без Божьей помощи не может сказать, да, я виноват, хочу получить спасение через Иисуса. Без действия Святого Духа в сердце человека, без откровения Святого Духа в разуме человека, без откровения сердца к истине Евангелия, человек просто обидится. Человек скажет, кошмар, никогда в такое не поверю. Это меня обижает, это меня оскорбляет. Один из известнейших атеистов в Америке, зовут его Кристофер Хитченс, он стал американским гражданином, он из Великобритании сам, он сейчас умирает от рака, от рака, и он говорит, а это поразительно, это обижает, а это против моей честности, против моей морали, какая у него мораль, он бросил жену, когда жена у него была беременная, морали у него нет, но он не хочет принять праведность Иисуса Христа. Вот так размышляет падший грешник. Вот это оскорбление Креста. Но есть еще одно. Есть еще одно. Оскорбление Евангелия. Сейчас я хотел бы вас научить одной вполне формальной фразе на английском языке. Даже по-английски мы не понимаем, что значит эта фраза, пока не изучим богословие, пока не изучим миссиологию, то есть науку о миссиях, изучение миссий. Вот есть такая фраза в миссиологии. Это буквально скандал или преткновение. Например, президента Соединенных Штатов поймали в кровати с неизвестной женщиной, с чужой женщиной. Это скандал. Это преткновение. Или пасторы церкви уличили в том, что он деньги крадет. Это скандал, это преткновение. Скандал от греческого слова скандалос. Скандал. Так вот, фраза скандал избранности, скандал особенности или преткновение через особенность, преткновение через уникальность. Миссиологи говорят о преткновении уникальности или преткновении единственности. Что это такое? Иисус говорит в Евангелии от Иоанна 14, 6, «Я — единственный путь и истины и жизнь. Никто не приходит к Отцу, иначе как через Меня». Вот это единственность, уникальность. Иисус не говорит, «Я один из многих путей, я одна из многих истин, я одна из многих жизней, есть и другие, но вот среди них и я». Вот он такого не говорит. Вот это и есть скандал, это и есть преткновение. И неверующие люди на это обижаются. Но именно об этом и говорит Петр. Этот стих в «Деяниях апостолов», «Деяние 4, 12», говорит ровно то же самое, что и Иоанна 14, 6. «Если бы Иисус мог вложить лишь часть вклада в наше спасение, часть от Иисуса, часть от нас». Или Иисус вкладывает часть, а другую часть вкладывает другая религия, другая религиозная жертва, другое религиозное учение, другая религиозная нравственная система, другой религиозный вождь или священник, служитель вкладывает остальное. Тогда Иисусу незачем было бы умирать. Какой процент вклада составляет смерть? Сто процентов, разумеется, потому что он отдает все. А разговаривают цыпленок с поросенком. Цыпленок говорит, «Какой добрый человек наш фермер». «Правда, — говорит поросенок, — «добрый у нас хозяин наш фермер». Цыпленок говорит, «Давайте сделаем для него к дню рождения что-нибудь особенное». Поросенок говорит, «Отличная идея, цыпленок, молодец. Как мы его поздравим? Что мы для него сделаем?» Цыпленок говорит, «Я знаю, поросенок, что сделать. Давай подарим ему завтрак». «Отличная идея, — говорит поросенок». Цыпленок говорит, «Я дам яйца для яичницы, а ты дай ему бекончику». А поросенок говорит, «Подожди». Поросенок готов был что-то вложить, что-то очень милое, хорошее, приятное. Но то, что для цыпленка жертва, для поросенка всесожжение. Иисус умер за наше спасение, ради нашего спасения. Сто процентов. И теперь вот что я вам скажу. Если Христос умер за нас, этого достаточно. Этого достаточно. А если Христос не умер за нас, тогда всего остального недостаточно. Мой любимый писатель, Клайв Стейплс Льюис, не стоит учиться христианской доктрине у Клайва Льюиса. Не во всем он прав. Но вот чем ценен Клайв Льюис. В том, в чем он прав, он объясняет лучше всех других. Например, допустим, Клайв Льюис прав на 60%. Ценность Клайва Льюиса в том, что эти 60% в которых он прав, он может объяснить лучше, чем те, кто правы на 99%. Не во всем Льюис прав. Богословского образования, богословского обучения у него не было. Он сам пытался разобраться. Сам, лично. Но он великолепен. У него есть детские книжки. Эти детские книжки, конечно, не о Христе, но о том, кто похож на Христа, кто напоминает нам о Христе, о великом льве. В этих книгах, по-моему, в третьей книге, которая называется «Покоритель Зари» или «Путешествие к концу света». Умирает принц, умирает король, и великий лев Аслан воскрешает его. Чтобы сделать это, он берет колючку, шип, и вонзает его себе в лапу. И капля крови падает из его лапы и падает в воду. Вода омывает короля, и он просыпается и становится молодым. Вот что писал Льюис. Одна капля этой крови драгоценнее целого мира, даже если бы мир этот был алмазом. так и с кровью Иисуса Христа, так и со смертью Иисуса Христа. Именно поэтому, если Иисус умер за нас, если кровь его пролита за нас, этого достаточно. Достаточно для того, чтобы очиститься от всякого греха прошлого, настоящего и будущего. Достаточно для того, чтобы спасти нас навеки. Навеки. Именно поэтому нет конкурентов у Христа, нет и быть не может. И вот что надо помнить. Мы живем в демократическом обществе, в плюралистическом обществе. Что это значит? Это значит, что мы позволяем людям верить во все, во что они хотят. Это значит, мы позволяем людям сказать, говорить все, что угодно о своих верованиях, о своих убеждениях. Я считаю, что Ислам заблуждается. Я считаю, что иудаизм заблуждается. Я считаю, что атеизм заблуждается. Но знаете что? Я бы не хотел жить в обществе, где мусульманам запрещается строить мечети. Я бы не хотел жить в обществе, где иудей не может построить синагогу. Я бы не хотел жить в обществе, где атеисту запрещено издавать книги. книги. Это, конечно, макулатура. Но я бы не хотел жить в стране, где атеисту не разрешается писать его книги. Я хочу жить в плюралистическом обществе. Я верю в плюрализм. Я верю в плюрализм как политический идеал. Но существует большая разница между плюрализмом политическим и плюрализмом философским или богословским. Я считаю, что необходимо дать возможность выражения для всех точек зрения. Таковы мои политические убеждения. Однако я не считаю возможным, что все точки зрения в равной степени верны. Если один скажет «Москва вот в этом направлении», а другой скажет «Москва в том направлении», я не могу стать плюралистом, я не могу сказать что. И то, и другое истина. Кто-то скажет «Вот это красный цвет». Другой скажет «Нет, это белый цвет». Я не могу сказать «Так, я верю в плюрализм, все правы». Нет, вы, конечно, можете сказать, знает, что это белый цвет. Я не буду вас бросать в тюрьму, если вы скажете, что это белый цвет. Но я скажу, нет, это красное. Есть совершенно конкретное подтверждение, что это красное. Значит, если мы говорим, что верим в политический плюрализм, это не означает, что мы принимаем истинность всех точек зрения. Я хочу, чтобы иудеи могли построить себе синагогу, мусульманин построить мечеть, и чтобы атеист писал свои книги. Я хочу, чтобы они имели возможность свободы это сделать. Но я не согласен с ними. Я не согласен с их поклонением. Я считаю, что у них неправильное поклонение. Они неправильно поклоняются, ибо есть одно имя под небесами, которым надлежит спасаться. Это имя Иисуса из Назарета. И вот еще что. На протяжении истории человечества люди, которые в это верили, гораздо лучше защищали иудеев, мусульман, и атеистов, чем иудеи, мусульмане или атеисты защищали христиан. Я говорю, конечно, о протестантах, о христианах-протестантах. Не о православных или католиках. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminari.com Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok